Собрать на одной площадке участников строительного рынка было непросто. С одной стороны пандемия, с другой новый тренд на онлайн. К примеру, на интернет-презентации своих новинок полностью перешли московские компании. В режиме онлайн можно делать рекламу чего-то известного. Это может быть какая-то одежда. В смысле строительных материалов это могут быть уже известные какие-то кирпичи, плиты. Все же, что касается новых продуктов, необходимо продвигать на рынок, именно показывая этот продукт. В этом году свои стенды на выставке представили 52 компании-застройщики, производители материалов и детских площадок, дилеры дорожной техники. Все максимально интерактивно. Вот поставщики системы вентиляции, стойка и стулья своего же производства. А уставшим посетителям экспозиции можно отдохнуть в гамаке. Мы, конечно же, постарались в выставке выпустить что-то интересное, новое, чего нет в принципе в Кемении вообще. Люди ходят, щупают, смотрят в гамак, запрыгивают. Детей пока не было. Обычно дети на выставках этот гамак посещают. Впрочем, выставка – это только одна часть программы. Вторая – это форум и пленарная сессия. На них подводят итоги работы строительной отрасли, поднимают актуальные проблемы, делятся планами. В планах текущего года ввод уже 30 объектов социальной сферы, продолжение реализации масштабных дорожных проектов, а также вложение не менее 5 миллиардов рублей все в те же жилищные программы, что позволит 2251 семье решить жилищный вопрос. Одна из основных тем форума – изменение городской среды. Территории должны развиваться комплексно, таков закон. А вот что и как преображать, решают сами жители. Тюменские власти привели в пример несколько объектов, в том числе событийный парк Алибашево. Перед реализацией проекта спрашивали мнение горожан. В конце апреля стартует новое голосование. Если проекты по благоустройству поддержат население, Ишим и Тюмень могут обзавестись новыми уютными местами. Основой нашей деятельности в рамках благоустройства общественных пространств является, прежде всего, широкое обсуждение с жителями города, с профессиональными сообществами и комплексный подход. Участники мероприятия не смогли обойти тему пандемии. Прошлый год для строительной отрасли выдался непростым. Сложное финансовое положение компании, нехватка рабочих рук, рост цен на жилье из-за повышения стоимости материалов. Решение проблем участники рынка будут искать вместе на градостроительном форуме. Анна Рапчук, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.